Я не знаю, что делать с этим карантином, я хоть и занимаюсь спортом, но я реально стараюсь заниматься и делать там какие-то упражнения, всё-всё-всё, но есть я не перестаю, это правда, нужно мне как-то останавливаться, потому что я не знаю, что такого вообще в том, что... Так, Никита пишет, что уже отправил, так-так-так-так-так, а как мне его найти? Так, смотрим, давай я отправлю, или как? Вот, я отправляю. О, ребят, две тысячи человек, приятно, ждём Никиту. О, получилось, привет. Привет. Нелегко было к тебе добраться, нелегко, так прям первая попытка, вторая, третья, но всё же получилось, рад тебя видеть. И я, как дела? Ой, да потихоньку, я бы сказал, что дела стабильно скучно, карантин проходит однообразно, стабильно скучно. Хотел тебя сразу же спросить, до того, как мы начнём наше сегодняшнее с тобой обсуждение, чем тебе удаётся себя занять на карантине, потому что мой список сериалов, книг, онлайн-курсов, он закончился, и ещё как бы сидеть очень долго. И вот, интересно, чем ты себя занимаешь на карантине? Ой, честно, у меня карантин, я вообще, ну, как бы, я не понимаю тех людей, которые говорят, что, типа, о, карантин, я уже устала, я не знаю, чем тебя занять, что мне делать. Я вообще такого не ощущаю, я, как бы, я уже выработала такой режим для себя, как бы, на карантине. Это, ну, я обычно просыпаюсь, занимаюсь экзаменами, зено, смотрю уроки, что-то пытаюсь выучить, потом занимаюсь спортом, потом кушаю, потом могу заниматься всем, знаешь, что каждый день, что-то по-разному. Иногда у меня может быть урок вокала, иногда я могу петь, просто сама, ну, просто развиваться, потому что стоять на месте никому не интересно, и всегда всем вокал — это тот же спорт, и та же, там, гимнастика, если ты, там, не будешь садиться каждый день, пытаться на шпагат, то ты через два дня уже забудешь, что ты вообще мог когда-то сидеть. Поэтому обычно потом у меня ещё онлайн-уроки по подготовке к экзаменам, и «Вечер» — это фильм, сериал, что-то такое, время вместе со своей семьёй. А ты? Ой, слушай, ну здорово, у тебя он так прям проходит продуктивно, ты столько всего успеваешь делать, с ума сойти, то есть, как бы, я просто представляю, что когда нет карантина, ты успеваешь ещё больше сделать, потому что ещё больше идёт нагрузка. Знаешь, что я могу тебе сказать, когда есть карантин, я, наверное, успеваю даже больше сделать, потому что ты не тратишь время на дорогу, ты не тратишь время на, там, собраться, одеться, накраситься, ещё что-то, потому что ты идёшь, там, с одной комнаты в другую, и всё. А во время, ну, обычных будней очень много времени уходит на дорогу, и просто там час туда, час там, час обратно, и получается три часа времени, и ты занялся только чем-то одним каким-то делом. А ты? Видишь, есть свои... Ой, у меня немножко попроще, я живу за городом, поэтому у меня есть немножко развлечений, можно и погулять, и в лес, и на море, и что угодно, вот, и очень много тоже сейчас работы онлайн уже происходит, но всё равно, честно, мне нужен социум, мне нужны люди, мне нужно много людей, город, какой-то движ, постоянно какие-то, там, съёмки, встречи, интервью, вот это классно. Сидеть дома, я понимаю, что я могу, там, неделю, две недели, а потом уже, как бы, становится всё очень однообразно. Но это, мне есть какие-то плюсы, можно заняться спортом, можно выучить язык, можно заняться чем-то ещё угодно. Собственно, сегодня я хотел бы начать наш с тобой разговор вот с чего. Подожди, я просто скажу, давай ты, может быть, расскажешь людям, чем ты занимаешься, потому что, вот, многие спрашивают. Да, супер. Собственно, ещё раз всем добрый вечер, кто к нам присоединился. Меня зовут Никита, я режиссёр и продюсер, я основатель нашей студии «Зирка». Вот, как-то так. И сегодня мы спускаем нашу новую серию, которую мы назвали «Зирка Токс». Это прямые эфиры с ребятами молодыми из мира медиа, с артистами, с актёрами. Основная цель этих эфиров — это, конечно же, мотивация и вдохновение, которая всем очень нужна, потому что мы очень много занимались просто, как и все, съёмками и разными проектами, но в какой-то момент мы стали работать с молодыми артистами, и мы с такой проблемой согнулись в том, что отсутствует мотивация очень многих молодых людей, то есть отсутствует понимание, а что делать дальше, да, вот закончится школа, а что делать дальше. Как бы я хочу заниматься танцами и вокалом, но как бы танцы и вокал — это не профессия, как бы, ну, пойду там, не знаю, я буду условно маркетологом, да, и мы поняли то, что это, ого, это очень большая проблема, и сейчас очень активизировался буллинг в школах, да, то есть урезается самовыражение, да, свобода самовыражения. Это ужасно, потому что как-то, не знаю, в моё время такого не было в школе, как бы, ты сказал, конечно, в моё время не сильно тебя старше, но, в принципе, такого не было. А как-то сейчас это прям так всё вот активно, и хейт, и буллинг, и я прям, не знаю, собственно, ну, не, я прочитал то, что эти темы очень важно поднимать сейчас, поэтому мы запустили вот такие прямые эфиры, и очень радует то, что сегодня с нами ты их открываешь. Спасибо. Собственно, о чём бы хотел начать, это тебя все знают, как юзу из OpenKids, тебя знают, как новенькую из OpenKids, но хотелось бы начать с того вот, а что было до OpenKids, то есть ты с детства, я так понимаю, занималась музыкой и хотела стать артисткой, правильно? Да. То есть ты здесь абсолютно правильно прям знала то, что всё, я вот буду петь, а потом я буду артисткой, клипы, концерты, туры, и вот это моя жизнь, да? Честно, сейчас будет безумно длинная и, возможно, скучная история о том, как я вообще решила, что, ну, даже я не знаю, это нельзя сказать, что я решила, потому что мне было пять лет на тот момент, и мы с мамой гуляли по торговому центру тогда ещё, и там стоял парень и раздавал листовки и приглашал в, ну, центр для развития детей, там, где танцы, вокал, всё такое актёрское, и мама подошла и спрашивает у меня, говорит, давай возьмём, ну, типа, сходим, я такая, типа, нет, мам, ты что, нет, я просто, я как сейчас вижу этот момент, как я говорю маме, нет, беру её за руку и увожу, и ухожу, ухожу, мы идём-идём, молчим, и я в один момент говорю, подожди, мам, давай вернёмся, возьмём, и вот я взяла эту листовку, мы пришли на пробное занятие, и так с шести лет я начала заниматься вокалом, танцами, актёрским мастерством, всем-всем-всем, и потом всё как-то так закрутилось, завертелось, что там, в этом центре создалась группа, которая называлась «Шпроты», возможно, многие знают, и я была в этой группе, да, очень интересное название, и мы с этой группой, ну, я не могу сказать, что это была какая-то там, знаешь, суперпрофессиональная группа, шоу-бизнес и всё такое, понятно, мы были дети, и в первую очередь мы просто занимались тем, что нам нравится, мы проводили время вместе, мы были очень другими, мы путешествовали, мы, ну, если я вот так сейчас смотрю, мы были достаточно такими успешными, мы побеждали там на конкурсах всех детских, мы были на детской новой волне, мы сняли Украину, и заняли, там взяли приз зрительских симпатий, потом ездили, там, на песенки года, на все, там, выступали с различными артистами, и, ну, это как-то так всё меня затянуло, что я, честно, я не знаю, как по-другому. Были моменты, когда там, знаешь, что там ссоримся, что-то с мамой, и она говорит, вот тебе это вообще надо, вот зачем тебе это, я говорю, а я вот задумываюсь, а я даже не знаю, как по-другому, какая жизнь там, чтобы ходить в школу, со школы домой, делать уроки и переходить обратно в школу. То есть, в принципе, со стороны родителей и друзей были такие укрёки, да, то, что, да, ну, певица, это же, как бы, не профессия, это увлечение. Нет. Не было? Нет, не было. Мои родители, они всегда меня поддерживают, вот правда, что мне очень повезло в жизни, то, что моя мама, она ездила с нами во все поездки, каждую пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, возить меня на занятия с 9 утра до 10 вечера, и, ну, я не знаю, если бы у меня были дети, я не знаю, как бы я выдержала вот это вот и своими делами заниматься и им призвлять так много внимания, и в какой-то, наверное, части это и их заслуга, потому что все мы, никто без своих родителей, но это правда, и родители вкладывают очень важные моменты в нас с самого рождения, и заниматься с ребенком, разливать его, ну, это безумно важно, и все великие какие-то, ну, люди, у них либо же, ну, часто бывает такое, что либо родители вообще там в них не верят, и они хотят им доказать и становятся там безумно успешными, либо же наоборот, это большой труд родителей, которые закладывают с детства это трудолюбие и знание, что если ты не будешь работать, то ты ничего не получишь. И вот у меня с детства, наверное, такое просто выработалось, что, ну, мы безумно много репетировали, и я даже вот, у меня был момент, когда в младшей школе я не гуляла со своими подругами, там, после школы не ходила никуда, потому что у меня каждый день было какое-то занятие, я не шла туда, потому что, блин, у меня какой-то там вокал, у нас постановка, там, хореография, я шла туда, потому что мне хотелось, и родители видели это и поддерживали то, что им понравилось. Слушай, ну это здорово, это очень-то, когда вот так родители действительно поддерживают в том, что ты делаешь, потому что, например, у меня вот как было, я не всегда был режиссером, я точно не думал, что я им стану, я после школы поступил на пилота в Стамбул, в Турцию, и да, я не представляю, как моя мама вообще отпустила меня учиться вообще в другую страну, в восточную страну, на пилота одного, это вообще было с ума сойти, но она вот верила, она максимально мне старалась в этом помочь, давала свободу выбора, вот, и, ну, наверное, для нее это был большой шок, а еще больше для нее был шок, когда я после года обучения сказал, что, ма, ну, как бы так и так, мне нужно было поговорить, я не хочу быть пилотом, вот, и это прям так бум, я просто помню, я вот сел с мамой, и она так ворачивается ко мне и говорит, так, а что дальше, я такой, а вот тут как бы вопрос, и я не представляю, честно, как вот мама все перенесла, потому что я вернулся из Турции сюда, еще никуда я не поступил, не знал, кем я буду, но она всегда была как бы рядом, и это очень здорово, действительно, это как бы... Знаешь, вот я сейчас вспомнила историю, я точно не назову имя этого хоккеиста, но я помню историю одного хоккеиста, который с детства занимался хоккеем, и у хоккеистов, у них же там куча всего, всякие наколеньки, вот это их обмундирование, эти клюшки, я точно не знаю, как это все называется, и у них были тренировки перед школой, после школы, там, до вечера, и потом он, получается, с утра вставал, перед школой шел на тренировку, потом шел в школу, и потом опять на тренировку. Его мама носила на себе все эти, ну, все его одежды, все, что ему нужно, носила на себе, и сидела с ним на тренировках, ну, пока он там не вырос, и не смог делать это сам, и это просто такой хороший пример того, как, ну, правда, родители, это то, что вообще помогает нам в жизни, то, что без чего мы. 100%, слушай, а еще я точно знаю, что у тебя в жизни до Open Kids было очень много конкурсов, которые ты рассказывал, у тебя в жизни был голос. Очень многие молодые ребята, вокалисты, те, кто мечтает стать артистами, они особенно сейчас, стали задаваться вопросами, а стоит ли вообще вот участвовать в всяких конкурсах, стоит ли идти на все эти шоу, или оно, ну, как бы, ничего не дает? Как ты считаешь? Я думаю, стоит. Потому что эти конкурсы, конечно, сейчас я уже могу говорить о том, что все эти конкурсы, это ничего, это не стоит, это не важно, там, какое у тебя место, выиграл ты или проиграл, но на тот момент мне было это важно. И, наверное, неправильно говорить всем, что там не важно, главное только участие. Вот это стремление к победе, это то, что дает нам стимул развиваться и дает нам стимул идти вперед, учиться для того, чтобы там на следующем конкурсе выиграть. Главное просто, наверное, это тоже со стороны родителей должно быть какое-то объяснение, или со стороны преподавателей, или просто общества, что поражение, это ни в коем случае, поражение в конкурсе, это не поражение в жизни. И это очень важно, всем понять, и я считаю, что конкурсы важны. Почему бы не пойти и не спеть лишний раз там на сцене, перед людьми, в микрофон, пускай тебе скажут жюри какое-то свое мнение. Очень, конечно, это тут спорный вопрос, но как не всегда это мнение может быть каким-то конструктивным, и мы все знаем, как эти конкурсы все проходят, и что не везде все честно, и это как бы тоже нужно понимать, но когда ты там, тебе 10 лет, и ты идешь на конкурсы, хочешь выиграть, идешь просто ради статуэтки, или там ради грамоты, и тебе хочется получить это, ты там не задумываешься о том, что может быть что-то по-другому, и не всегда выигрывает тот, кто лучше. Поэтому вот я со своего опыта могу сказать, что в детстве, например, мне было намного легче выходить на сцену, мне было намного спокойнее выходить на сцену, я, возможно, наверное, потому что я с детства выходила на сцену регулярно, и там я была в подтанцовке, я участвовала во всех номерах, которые только могли быть, я там стояла где-то сзади, в четвертой линии, стояла впереди, и для меня было неважно то, чтобы я сольно выступала на сцене, мне нравилось вообще находиться на сцене и все эти репетиции, и вот, наверное, из-за того, что я, когда ты ребенок, ты выходишь на сцену реально получить кайф, ты не думаешь о том, что скажет там дядя Петя, или третий справа человек в четвертом ряду, ты не думаешь об этом, и почему бы и нет не получить такой опыт, который потом тебе в жизни сто процентов пригодится? Согласен с тобой на сто процентов, ну, мне кажется, то, что самое главное это кайфануть, от всего, что ты делаешь, нужно получать удовольствие, да, и от любого выступления нужно кайфануть, ну, в первую очередь, правильно же? Но кайфовать нужно, я тоже могу сказать по себе, нужно научиться, потому что, ну, это очень сложно найти ту грань, когда, ну, все равно, я по себе могу сказать, я выхожу на сцену, понятное дело, что когда ты выходишь на сцену, ты уже не думаешь о том, как тебе открыть рот, как тебе там что-то повести рукой, и ты все должен сделать это там в кабинете до выступления, но главное тоже, ну, не всегда терять вот баланс, когда ты понимаешь, что происходит вообще вокруг тебя, потому что можно войти в кураж, и вообще там, ну, это классно, ты получишь просто незабываемые эмоции, но это все равно может как-то отразиться на твоем выступлении, часто это отражается очень круто, и у тебя все получается, и ты прям вообще молодец-молодец, энергия очень-очень часто помогает, но если ты, например, не опытный еще, и ты не умеешь ее контролировать, то это может тебе, наоборот, сыграть в минус, поэтому я считаю, что все приходит с опытом, и особенно там, в деле, если там, певица, да, или артист, или танцор, чем больше ты выходишь на сцену, чем больше ты поешь, тем больше ты пробуешь, что тем лучше у тебя получается. Согласен, слушай, а потом, как бы, когда ты уже немножко подросла, скажем так, у тебя был новый этап в жизни, который назвался реалити, вас. У меня еще перед реалити был такой этап, который назывался голос. Так, давай. Это был очень такой интересный этап, так как тогда уже, ну, наша вот эта группа распалась, и хоть мне тогда было там 12 лет, но все равно, знаешь, когда ты привык работать в коллективе, ты знаешь, что с тобой всегда на сцене там твои друзья, которые, ну, которые реально стали друзьями, я почти со всеми до сих пор общаюсь, с ребятами, которые были тогда в группе, и, ну, это тоже, как бы, тяжело, выходить, особенно, на голос, ну, как бы, это такой, ну, достаточно значимый проект, и это был мой, такое, наверное, первое моё, одно из первых моих именно сольных достижений, да, ну, там, несмотря на то, что я потом вылетела после баттлов, для меня это было очень важно, для того, что я одна, сама тоже могу что-то, и это был, ну, безумно невероятный опыт, и тоже даже больше принёс мне каких-то знакомств, людей, которые в жизни очень помогают, и я могу сказать, что вообще в жизни главное это люди, которые там, с тобой, которые тебя окружают, твои знакомства, твои отношения с людьми, потому что, ну, всё в жизни происходит между людьми, и чем больше у тебя хороших там друзей, приятелей, ну, это круто, ты ощущаешь себя, поддержку ощущаешь какую-то, и вот, вот это я хотела сказать. Нет, это очень правильно говоришь, что действительно самое важное в нашей жизни это люди, которые нас окружают. Я тоже, когда даю какие-то интервью, даю какие-то посты, вот меня часто спрашивают, вот у вас там окей, продакшн, что вот самое главное в вашей работе, да, как, допустим, вы смотрите там 19 свой продакшн открыть, я всегда говорю то, что самое главное это люди, без моей команды, которая у меня сейчас, это всё было бы невозможно, да, со мной абсолютно бесплатно, только на одной мотивации, энтузиазме, именно благодаря ним как бы мы там, где мы сейчас, собственно, и в Зирке, где я работаю, и в ЕЖ бренде одежды, которая тоже нас поддерживает. Кстати, я не помню, сказал или нет, что ты открыл свой вот этот продакшн в 19 лет. Да, это очень рано, и это круто, что у тебя получилось, и что до сих пор, понятное дело, что всегда есть к чему стремиться, но, как говорится, чем раньше начнёшь, тем там раньше придёт успех, поэтому, ребят, все, кто смотрят нас, это вот пример человека, который в свои 19 лет открыл свой бизнес, и сейчас его развивает, и не нужно никому никогда думать, что там, если у вас есть, правда, желание и идеи, и какие-то возможности реализовать себя в каком-то, в какой-то сфере, то это круто. Да, спасибо большое, это очень приятно такое слышать, да, у нас так вообще получилось, то, что я в 19 купил своих продажных, я должен был быть уже пилотом в Турции, а мой друг в 17 лет, который тоже должен был быть со мной пилотом, открыл свой бренд одежды здесь, в Украине, в 17 лет сам, и когда мы вообще начали с ним работать, нам все говорили, ребята, вы что, с ума сошли, какой продажный, какой вообще бренд одежды в 17, вы о чём, ну, как бы, таких много, вы никому не будете нужны, у вас ничего не получится. в этом этапе нашей жизни. Вот, поэтому, да, ты очень правильно говоришь, что знакомства, это очень важны, и человеческие отношения очень важны, особенно сейчас, потому что, знаешь, я вот недавно к такому пришёл заключение, то, что, к сожалению, в 21 веке мы стали забывать о таких вещах, то, что нужно поступать правильно, потому что это правильно, потому что это правильно, мы не всё равно какой-то там своей выгоды, и то, что от этого теряется, эти человеческие отношения, как по мне, это как-то очень, очень грустно. Но я рад, что тебе этого нет, что ты так прям заряжаешься тоже позитивом, и действительно, и очень мотивируешь рассказами, потому что я общался с многими молодыми вокалистами, с многими... я ожидал, что ты попадёшь в эту восьмёрку? Я вообще не ожидала, честно сказать, я безумно долго думала и решалась на то, чтобы вообще подать заявку и поучаствовать в этом реалити. Я не знаю почему, но что-то было во мне, то, что, ну, я была неуверена, нельзя сказать, что я там была сто процентов уверена, что я там пройду, поэтому я подам заявку, я... всё-всё-всё круто, и я пошла дальше. Я очень долго думала перед тем, чтобы вообще принять участие в этом, но, видишь, что-то меня сподвигло на то, чтобы сделать это и чтобы... как оно там уже получилось. Ну, слушай, это уже получается второй раз, да? Первый раз судьба была, когда ты взяла флэерочек и стала заниматься после этого музыкой. Второй раз ты бы пошла на реалити. Оба раза были успехи, но незаметно количество работы и количество времени, которое ты тратишь на то, чтобы работать над собой и на то, сколько уроков вокала у меня было, сколько часов я протанцевала в хореографическом зале. И так кажется, что я ещё говорю, всё в жизни происходит так, как должно там получиться, но всё истекает из того, сколько труда ты в своё дело вкладываешь. Есть даже какая-то теория, я, ну, опять же, я точно не помню, как она называется, но я знаю, что в ней говорится, что для того, чтобы достичь успеха, нужно вложить там какое-то энное количество часов в своё дело. Там, миллион минут, да, например. Если ты будешь заниматься этим делом, там, каждый день, там, поскольку-то минут, и когда уже соберётся вот этот миллион минут, там, или я не знаю сколько, то что-то получается. И я вот искренне в это верю, что, ребят, никогда не надо ничего останавливаться, и, возможно, вы просто ещё не израсходовали количество своего времени, которое вам нужно потратить для того, чтобы получить какой-то результат. А почему OpenKiss? Потому что была в OpenArt или по другой причине? Я никогда ходила иногда в OpenArt на занятия, на классы, но я очень редко там раз в два года могла прийти, я не ходила в OpenArt. я не знаю, как-то увидела то, что девочки устраивают кастинг, и, в принципе, ну, как бы я крутилась в этой во всей там тусовке, много знакомых было, и многие говорили, многие там присылали, говорили, типа, попробуй, Лиза, почему бы нет, там, может быть, у тебя получится, ну, правда, было такое, и я не знаю, ну, как-то решилось. Ну, это здорово, слушай, видишь, что все-таки не зря второй раз взялась как-то флеерочек, да, не зря все-таки попадала в свое счастье и попала. Скажи, вот, мы все, как бы, смотрели ваши реалити, я-то точно смотрел, хотя я не ваша целевая аудитория, точно, но мне так понравилась первая серия, что я думаю, все, надо смотреть, это классно. Вот, девочек было много, то есть платы еще семь. Как вот складывались отношения между вами с первого дня? Вы все, как бы, как вот парни, в принципе, друга поддерживали, да, и стали там везде помочь или все же вот присутствовало какое-то такое чувство конкуренции, какой-то такой, может быть, зависти у кого-то, когда что-то получалось, когда что-то не получалось? Я не знаю, вообще, мне кажется, девочки намного сложнее, чем парни. Это да. Намного, намного такие другие, чем парни, и мне кажется, даже в каком-то плане менее открытые часто бывают. Но я не знаю, у нас были хорошие отношения, никто ни с кем не ссорился, никто там ни с кем не бился, все было отлично, все были дружили, и все было классно. Но, честно, я не могу сказать за каждого, кто что думал там о ком. Понятно, я думаю, что многие думали там что-то о ком-то, но это не сказывалось на нашей атмосфере, и, ну, понятное дело, что это как бы реалити, если там все девочки пришли и подали заявку, значит, они хотели пройти, значит, они чего-то хотят. И они не будут просто сидеть там в этом доме и делать задания, потому что им так интересно, и потому что им так классно. Ну, вот я сейчас хочу, я там напишу эту песню, а следующее задание я не хочу, там не буду выбирать ей там одежду. Если все пришли, то понятное дело, что у всех есть цель, и все хотят сделать, там, выиграть в этом задании. Все хотят быть лучше, лучше, лучше для того, чтобы там показать себя на все сто процентов. И это нормально, и это сто процентов хорошо, потому что, если бы не было этого, не было бы интересного реалити. И это как бы очень логичный такой вопрос, что все хотели выиграть, ну, я так думаю. И такая здоровая конкуренция, она, конечно же, была, но она была, как я сказала, здоровой, и все было спокойно. Здоровая конкуренция, она, в принципе, я считаю, всегда как бы она подталкивает других, как бы становиться лучше, подталкивает других, это тоже быть в тонусе, и бороться за все, и тогда как бы не опускать рук. Скажи, вот у вас там было много разных конкурсов, да, то есть там и песни, и элементы с гардеробом, и очень много всего, как бы, ну, и это сложно. Это сложно, тем более в таком видном возрасте. Скажи, вот у тебя не возникало такого чувства в какой-то момент, что, блин, это все очень сложно, и вот так вот прям быть артисткой, столько всего, это же нужно делать как-то, ну, не было ли мысли опустить рук? Нет, я не знаю, у меня всегда я, ну, я, наверное, привыкла к этому. Ну, понятное дело, что вообще часто бывают такие, ну, никогда не бывает мыслей, мыслей там все оставить и там пойти в математику. Такого-то никогда не бывает, но бывают периоды, когда, типа, там что-то не получается, о, я уже не могу, сколько можно, мне это не получается, мама, что делать, ну, там поплакала и пошла дальше. Ну, я никогда не воспринимаю эти свои, как бы, такие моменты чем-то таким супер важным, что прям, вот я там решила, я уже не буду этим заниматься. Такого не было. То есть ты всегда вот до самого конца верила в то, что все получится, что нужно на максимум выкладываться и что действительно как бы это того стоит? Ну, можно сказать и так, но, наверное, мне просто нравилось, что происходит, мне просто нравилось там все, мне нравилось быть там в этом доме, мне нравилось общаться с девочками, мне нравилось выполнять задания, мне хотелось сделать там, все, что я могу показать там, там выиграть в этом задании, да, и просто это привело к тому, что привело, и понятное дело, что я горела этим, я хотела, и, ну, по-другому, все равно без желания, если ты не будешь чего-то хотеть, то никто не узнает, что ты этого хочешь, и ты, никто тебе там не поможет, и никто, ты не добьешь этого, что ты хочешь. А как вот друзья, как семья реагировала вот на реалити, то, что ты проходила, проходила, проходила дальше, пацаны, была поддержка? Конечно, была поддержка, у меня очень большая семья, и все смотрели потом, и в момент съемок тоже я там общалась с мамой, она меня поддерживала, и, ну, все отлично, у меня семья всегда со мной, и даже если там, я что-то там не так сделала, знаешь что, или какой-то, ну, ну, реально там облажалась за каком-то испытании или что-то такое, то, ну, они посмеются, и я понимаю, что, ну, типа, если я понимаю, что я там реально облажалась, то они мне так и скажут, что если ты, типа, облажалась, ничего, нельзя было там, типа, по-другому сделать, но это нормально, и это... Конечно. Слушай, вот, наверное, не очень так легко отвечать на такой вопрос, а вот, например, что, если бы, вот, ты бы не прошла в Open Kids, вот, как ты дальше, ты себе вообще в голове рисовала такую жизнь, то, что, вот, допустим, ты там доходишь до того же финала, и не попадаешь в Open Kids, а что делать дальше? Я рисовала себе такую жизнь все время до момента, как сказали мое имя, потому что я, ну, я до последнего, ну, не знала, не была уверена, вообще не думала о том, что я выиграю, правда, и именно на оглашении результатов я много раз это говорила, что я, ну, почему-то у меня было ощущение, что 100% не я, потому что мне казалось, что я выступила хуже всех, что я там, все, мне, типа, все плохо, я не знаю, ну, бывает такое ощущение, и я не знаю, все было бы так, как это было бы, и я считаю, что если бы так было, значит, так должно было бы быть, и, ну, короче, все было бы так, как я и жила до этого. Это очень здорово, вот, мне очень нравится, на самом деле, твой подход, потому что ты говоришь, что все, что происходит, но происходит не просто так, да, а для чего-то, все, что должно произойти, оно произойдет, что не произойдет, оно как бы не должно произойти, это очень здорово, потому что у меня вот именно, я так же трактую отношения к жизни, и это так, то есть я всегда вообще говорю то, что в жизни все 50 на 50, оно либо да, либо нет, и как бы, соответственно, ну, я не считаю, нужно как-то париться, переживать и так далее, правильно? Но иногда, я для тебя скажу, что иногда вот это вот чувство, все равно это слишком, ну, как-то оно и негативную сторону имеет, потому что, ну, все равно нельзя говорить, что там, если это так, то, значит, оно должно было быть так. Может быть, что это, как бы, и так, но может быть, что ты просто недостаточно много работал, и поэтому это и случилось так. Ну, короче, что-то вкусно, но... Да, тут очень важно, считаю, выдерживать баланс вот между этим, между как бы такой судьбой, скажем так, и своими усилиями. Обязательно. Вот, собственно, потом, когда объявили твое имя, и ты поняла, что ты становишься новой участницей Open Kids, конечно, я представляю, что первые, как бы, эмоции это все, это там просто пуф, взрыв был. То есть ты этого не ожидала. Это было вообще, я помню, что я смотрела куда-то, ну, куда-то я вниз смотрела или в сторону, или что-то я смотрела, и я какой-то, на какой-то момент я вообще не слышала ничего, что происходит там рядом, что там кто-то говорит, и потом, типа, говорят Лиза, и какую-то секунду, мне кажется, ну, я точно не знаю, я, ну, типа, стояла, я ничего не делала. И потом, когда все начали на меня смотреть, типа, ну, чё ты там, типа, ну, давай. Я такая, типа, я обликнула. Ну, это было реально, это было безумно неожиданно для меня. Я до последнего не верила. Вот, как изменилась вот твоя жизнь с первого дня, как ты стала участницей Open Kids, да? То есть в контексте чего? Вот, ты становишься участницей Open Kids, да? Вчера ты была просто Лизой Костякиной, а сегодня ты уже Лиза из Open Kids. Соответственно, как вот сразу поменялась твоя жизнь, да? Я знаю, что ты вот и сейчас в школе, и тогда была еще тоже в школе, а теперь как бы все, концерты, туры, клипы, интервью и так далее. Ну, начнем с того, что когда сказали, что я уже участница, ничего не поменялось, так как до выхода реальити было еще там три месяца, и мне три месяца приходилось молчать, никому ничего не говорить, не выставлять фотки с короткими волосами, потому что, ну, меня подстригли, это было бы понятно. И это был такой момент, честно скажу, что я сама не понимала, типа, что вообще делать, как это вообще происходит, что, типа, я вроде бы и выиграла, но вроде бы как бы ничего не выиграла для всех. Я уже там, я такого уже там, или я еще нет? Да, но, знаешь, ну, опять же, жизнь меняется в любом случае, и как бы, когда ты живешь, каждый день ты меняешься, и что-то меняется в твоей жизни. Я безумно рада, что в моей жизни все поменялось именно так, и это огромный этап в моей жизни, и это безумно круто, что я могу сейчас как бы заниматься тем, о чем я мечтала, там, заниматься, будучи, там, шестилетней девочкой, мечтала ходить, там, на сцене выступать, снимать клипы и все такое. И это очень круто, что, как бы, у меня есть такая возможность, и я рада, что жизнь изменилась именно так. А как вот отреагировали твои друзья и все твои знакомые, твой круг общения, на то, что вот вчера еще была Лиса, а сегодня, как бы, как бы, уже Лиза. У них нет такого, что уже Лиза, ни у кого нет такого. И я очень стараюсь, ну, как бы, такого не допускать, потому что я, та же Лиза, ничего не поменялось. Как бы, я, ну, и тогда там, например, выступала где-то. Ну, да, сейчас я, например, на других там сценах выступаю. Но все равно, ну, я осталась той же Лизой, я очень стараюсь всегда оставаться той же Лизой и не давать, ну, как бы, ничего такого, потому что я Лиза. Я не Лиза. Я Лиза. Ну, для себя я Лиза вот там вот. Ну, там, возможно, для кого-то я Лиза там, но это, ну, как бы, главное, это восприятие себя и понимать, что работать еще есть, ну, еще очень много есть куда работать. И мои друзья, они остались такими же моими друзьями, ну, которыми они были. Я такая же Лиза, там, когда с ними, и ничего не поменялось, как бы. То есть не было такого, да? То есть не было момента, там, зависти от кого-то, еще чего-то, что, ой, вот все, теперь там засвязилось, полуопенгит и так далее. Нет, ну, я не знаю, может быть, и была. Ну, как бы, мне, может быть, мне об этом не говорили. Но я, ну, стараюсь не допускать такого. Я, ну, как бы, я всегда считала себя человеческим, ну, очень человечным, как бы, человеком. И до сих пор стараюсь им оставаться. И, ну, потому что, да, все мы люди, мы все, мы равны. И, ну, типа... Это здорово, это очень важно. Конечно. А слушай, а как ты совмещаешься со школой, да? У тебя сейчас одиннадцатый класс, правильно? Да. И как вот ты совмещаешь, там, с одной стороны, носу поступление, и самый, я знаю, тяжелый год, это одиннадцатый класс. Как вот у тебя удается совмещать это все с Open Kids? Ну, знаешь как. Ходишь в школу, потом не ходишь в школу. Потом, типа... Что, стихо? Пришла, говоришь, там, типа, Елена Александровна, классный руководитель, извините, там, меня завтра съемка клипа, меня не будет. И, ну, типа, пропускаешь очень много. Правда. Но, я не знаю, я стараюсь как-то разруливать эту всю ситуацию всегда. Я всегда говорю, очень много раз встречала, что главное это рассчитывать свое время, и стараться, как бы, если ты уже все-таки пропустил школу, то, понятное дело, что есть какие-то приметы, которые ты пропустил, и тебе как бы все равно на них, и ты понимаешь, что, там, чтобы я просидела на этом уроке, что я, там, у меня не было, это ничто не изменилось. Ну, вот если, например, там, ну, я хочу хороший аттестат, потому что я всю жизнь училась, была отличницей, и, там, в 11-м классе перестать быть отличницей, но это просто обидно. Ну, да. Я не говорю, что, там, типа, это как-то безумно важно, это вообще не важно, но просто обидно, если, там, ты училась 10 лет, ну, там, старалась что-то, какие-то оценки, что были нормальные, и в 11-м классе просто взять, да, ну, все равно, ну, как-то это не прикольно. Поэтому я стараюсь, как бы, учиться дома, все, что я пропустила, там, бывает, как-то, подхожу к учителям, и, типа, говорю, ну, рассказываем ситуацию, бывают те, которые, там, понимают, бывают те, которые не понимают, но ты говоришь, ну, хорошо, типа, давайте я вам сделаю. Сидишь там, посидишь, что-то там сделаешь, напишешь в три страницы, там, конспекта, дашь учительнице, и все. Ну, типа, нужно просто знать, что ты хочешь, и что тебе важнее, и уметь, как бы, найти выходы из любой ситуации. Ну, а вот сейчас у тебя, после 11-го класса, пойдет в свет, да, то есть ты планируешь поступление. Кстати, куда ты планируешь поступать? Я об этом поступлении, меня все спрашивают, но я нигде о нем не говорю, потому что, а, я сама не знаю, как все будет, именно с этой ситуацией, которая сейчас происходит, с этой превратительной ситуацией, и я не знаю, во-первых, 100%, куда я хочу, потому что я знаю, опять же таки, то, где я буду учиться, оно, ну, не совсем 100% влияет на то, кем я хочу работать, и тут, как бы, есть разные варианты, которые есть у меня в голове, но я, знаешь, я не хочу их озвучивать, потому что я сама в них не уверена, и потом говорить сначала одно, а потом получу что-то другое, и я там, или там изменю свое мнение, поэтому, честно, я еще не знаю, вот, если я куда-то поступлю, то я всем скажу. Правильно, ну, слушай, я тоже думал всю жизнь, что я буду пилотом, когда я поступал, я вообще думал, все, мне не нужна ни Украина, ни какие-то другие штуки, я буду в этой жизни только пилотом, это 100%, проучился год, оказалось, что не так, вот, естественно, вернулся в Украину, причем, ты вот вспоминала тоже такие интересные моменты мотивации, то, что нужно всегда идти до самого конца, и никогда не опускать рук, по небольшому отступлению, я когда в 17-м году сюда вернулся, я никуда не успел поступить, то есть, как бы уже компания в университете, она прошла вступительная, и все, и я понимаю, что мне все осталось только ждать год, это начать год, как бы ничего не делать, и, ну, лично у меня так случилось, что такое, обвалилась целая стена, такой шквал фраз, то, что все, зря ушел из университета, еще никуда я не поступил, теперь жизнь загубил, никем не будешь, все, и это, ну, просто это было каждый день, и это очень-очень морально давило, вот, но как-то, я точно знал, то, что кем тогда я буду в этой жизни, наверное, и тогда у меня даже не было, вот, ни знаний, ничего, там, даже не знал, как камера включается, да, но у меня было желание и амбиции заниматься съемками, еще вот с 15 лет, и мне вот нравилось снимать, я думаю, все, окей, я буду снимать, как-то так оно хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и, соответственно, 19 лет свой продакшн, и как-то, кто же знал, да, был бы сейчас пилотом. Ну, видишь, это вот тоже момент, угрызение совести, и какого-то жаления, ну, мне там часто, я спрашиваю, там, давайте вопрос опять какой-то проведем, и спрашивают люди, о чем ты жалеешь? Ну, типа, можно жалеть, можно жалеть о том, что ты там не пошла туда, то, что ты там не съела то, и что ты не сделала, но от того, что ты пожалеешь об этом, то, ну, как бы ничего не изменится, ты уже, как бы, не пошла и не съела, поэтому от того, что ты пожалеешь, ты просто будешь тратить время, которое ты могла бы потратить для того, чтобы там дойти куда-то в другое место, и пойти, может быть, тоже съесть там, что ты хотела съесть, поэтому жалеть я вот, даже не могу вспомнить своего последнего момента, когда я о чем-то жалела. Понятное дело, что были такие ситуации, когда хотелось пожалеть о чем-то, но, ну, короче, что я завернула и в ту сторону. Ребят, я вижу все ваши вопросы, спасибо огромное, что вы пишете, и я все читаю, но, видите, мы сейчас немного в другой теме, я обязательно отвечу на все ваши вопросы, потом, когда мы закончим обсуждать. Жизнь. Ты костяк? Да. Слушай, ну, это здорово, это классно, то есть у тебя все получается совмещать, и все классно, и все круто, и уверен, что ты когда там будет, допустим, университет, тоже все будет круто, да, там по примеру той же Леры Дитковской, например. Вот у тебя, скажи, красная дорожка на М1, она была первая в твоей жизни? Да, ну, как бы, у меня были, там, красные дорожки, там, на каком-то фестивале, но, понятное дело, что это все не сравнится с красной дорожкой на М1, и, честно, я переживала, ну, потому что, знаешь, я смотрела все там эти видео, там, где Бейонсе реально ходят по красной дорожке, и хочется, всегда хотелось тоже, как бы, знаешь, себя почувствовать в такой ситуации, и когда, ну, приходит такой момент, то, ну, это, это прикольно. Это круто, ну, это круто, я не спорю, то есть, как бы, ну, чувствуется, то, что когда вот ты выходишь на красную дорожку, и ты так в красивом платье, тебя все вокруг фотографируют, все снимают, чувствуется, что ты какой-то вот такой кайф. Ну, да, но, если честно, я, ну, не совсем вообще понимаю смысл этих красных дорожек, но, типа, это прикольно, ты прошелся, там, тебя все сфоткали, там, даешь интервью, сильно заботиться об этом, сильно, там, думать, и это перерастает в какой-то, кто круче, а кто лучше, у кого красивее платье, у кого еще что-то. Это не всегда, мне кажется, здоров, ну, здоровый такой способ общения, там, между артистами, все равно всегда, ну, много всяких, там, у кого, там, что-то лучше, у кого больше концертов, еще что-то такое. Мне кажется, что можно чаще вносить просто в такие мероприятия больше чего-то дружеского, чтобы там артисты вдвоем вместе шли, или что-то такое, чтобы не забывать о том, что мы все делаем одно дело, и, и как бы мы все ради одного, ради музыки, ради, там, счастья людей, которые, там, смотрят нас и слушают нас, поэтому тоже очень важно не забывать об этом, там, покупая самое дорогое платье, там, или нанимая самого классного визуальности. Согласен. Слушай, а вот вы буквально прям перед самым карантином вернулись из тура. Это был твой первый тур, или уже это туры какие-то? Это был мой первый тур, и вообще первый раз, когда было столько концертов подряд у меня в жизни вообще, я, если честно, очень переживала, ну, о том, как я вообще выдержу это, и как я смогу перенести это, ну, чисто даже с физической стороны, как мой организм будет, как бы, к этому настроен, и что будет вообще с ним. Ну, в принципе, я как бы много путешествовала с родителями, и, ну, я очень люблю путешествовать, но все равно тур, это не совсем как бы путешествие, это больше там работа, концерты, концерты, выступления, и, знаешь, мне понравилось, ну, это прикольно, это отдельный такой вид вообще, отдельная жизнь, как вот девочки раньше говорили, и когда они говорили об этом, я такая, типа, ну, типа, да, они так говорят, значит, это так и есть, но я до конца не понимала, но сейчас я реально поняла, что это отдельная жизнь, и ты как бы много попадаешь из вообще, из всего, что происходит в мире, там, что там вообще, какие новости, и вот, и живешь в какой-то своей такой, в этой вселенной какой-то. Ну да, еще, знаешь, вот очень многие думают, что тур, как бы, ну, это легко, ты там выступила, классно, там, все, пообщалась с залом, все, поехала отдыхать, но я-то точно знаю, что любой тур артиста, это, это очень сложно, это постоянные переезды, это приехали на саундчек, быстро туда, хоп, быстро приспать, поехали дальше, то есть, это сумасшедший ритм, и это очень сложно для любого артиста, тем более для вас, как в юном возрасте, но, как бы, это круто, это здорово, что такое есть. Ты так говоришь часто в таком юном возрасте, ну, 16 лет, это уже, ну, как бы, нормальный возраст, для того, чтобы там пробовать, и чтобы там что-то не получалось, лучше в 16 лет, там, чем в 35, но я думаю, что это, как бы, все возможно, и в любом возрасте, и не важно. Ну, конечно, возможно, но просто, понимаешь, в 16 быть на ковровой дорожке М1, в турах ездить по разным городам, снимать клипы, давать интервью, но многие, как бы, в 30, в 40, да, таком там могут не мечтать, вот, да, и тем более твои сверстники, очень многие вокалисты думают, боже, как это, как, что я делаю не так, почему вот я пою-пою, а вот не на красной ковровой дорожке, и это очень, как бы, большое свершение, я считаю, то, что ты вот смогла такого добиться, и очень многие, думаю, знают, что работать артистом, это легко, это там, попел, попел, все хорошо, вот, я точно не помню эту статуту дословно, но Саша, один из участников вашего реалити, ее? Нет, Саша, который из Полтавы, да, вот, я дословно не помню, но там контекст был такой, то, что, вот, есть исполнители артистичные, а есть те, кого просто, как бы, распиарили, вот, и, ну, как бы, очень часто говорят, что, как бы, да ладно там артистам, что ты, попел, попел и все, но, насколько я знаю, работа артиста, это колоссальный труд, это не только вокал, это не только хореография, да, это целый огромный комплекс, как хорошо говорит один мой знакомый, артист, это человек, который понемножку разбирается во всем, это правда? Это правда, и, ну, просто все, мне кажется, все, что уже, как бы, потом называется, уже не твоим просто хобби, но это уже тяжело, потому что, мне кажется, даже тяжело в том моменте, что ты не можешь просто сказать, я сегодня не хочу, у меня сегодня там нет настроения, я не буду выступать, и, как бы, и тебе нужно понимать, что, ну, понятное дело, что не всегда, там, ты отлично себя чувствуешь, не всегда, там, у тебя супер звучит голос, может быть, там, что-то случилось, с тобой на тебе все равно нужно выступать, и вот в такие моменты, мне кажется, что то, что заряжает, это зрители, потому что ты можешь выходить на сцену, там, с температурой, но выходить со стены, как будто бы, там, не знаю, только что поспал три часа, и там вообще весь такой бодрый, и все отлично, и все классно, это очень важно, ну, получать обмен этой энергии от зрителей, и правда, это колоссальный труд, так как, ну, номер, да, обычно, там, может, на какой-то премии, или что-то, ну, мировые звезды, да, готовят, ну, длится, ну, пять минут максимум, и вот ради этих пяти минут, люди работают три месяца, ради того, чтобы, и это не только ты артист, это постановщики, это режиссеры, это хореографы, это танцоры, которые танцуют с тобой, это ты, которая выучила, там, записала какие-то бэки, ну, там, выучила песню, все это, репетируешь, репетируешь, и это очень много людей стоят за тем, чтобы людям было интересно смотреть на, там, человека красивого, улыбающегося, там, ну, либо же наоборот, там, ну, смотря какая тебе песня, какая задача, чтобы людям понравилось смотреть вот эти пять минут, люди работают пять месяцев для того, чтобы это все было красиво, и это, ну, очень важно это ценить, и не забывать о том, что люди, очень много людей работают за этим, и когда смотрите на артиста, ну, нужно всегда, я считаю, благодарить, там, менеджера, уборщицу, которая после вас выбирала этот танцевальный зал, потому что, если бы не она, то вы, как бы, тоже не смогли бы хорошо отрепетировать, поэтому очень много людей задействованы в создании, там, красивого номера, концерта, тура, и артиста в целом. слушай, ну, потом у вас крайнее, наверное, ваше событие, которое прогремело, это было ваше новое реалити, где уже ты поменялась ролями, где ты уже была, как бы, в роли судей, где пришли прекрасные ребята пробоваться к вам, скажем, писать с вами фиты и снимать клипы, каково это вот было стоять по ту сторону вот этой вот линии, да, не тех, кого судят, а тот, кто судит, тот, кто принимает решение. Сейчас я еще хотела, перед тем, как я отвечу на этот вопрос, спросить, который час, ты не знаешь? 6.55. Просто, если мы будем больше, чем час вести эфир, то он не сохранится. Забьет. Минут 10. Да, может быть, попробуем перезайти, чтобы он не забьется. Давай, хорошо. Просто люди просят его сохранить, я бы хотела тоже его сохранить. Поэтому, ребята, сейчас мы перезайдем просто для того, чтобы этот эфир потом сохранился. прям с вами уже час. Надеюсь, вам хоть чуть-чуть интересно то, о чем мы говорим. Потому что стараемся, чтобы было интересно, чтобы была какая-то мотивация для вас. уже час наговорили. Сейчас будем еще продолжать, но я думаю, еще не очень долго. Так, вопрос быть по ту сторону. По ту сторону, вот, скажем, не экран, а вот этой вот линии условной, да, между участниками и судьями. Ну, честно, мне очень тяжело быть в такой роли, потому что я привыкла к тому, что всегда судят меня, и то, что меня оценивают на всех там конкурсах, и у меня не было такой возможности, чтобы я там кого-то оценила или там что-то была каким-то судьей. И мне, честно, было очень тяжело, и мне было, ну, некомфортно говорить там, ну, когда выгон там, что, извини, ты не проходишь, потому что, ну, правда, все, ну, все парни были уникальны, и все парни очень талантливые, и, ну, они реально все классные. И то, что, ну, просто в этом испытании кто-то там чуть-чуть хуже себя проявил, кто-то чуть-чуть лучше, ну, это, ну, это очень вообще страшное дело выбирать и же говорить кому-то, что там что-то не то сделал, хотя там я сама такая же, и никто не знает, что если бы меня там поставили, как бы я справилась с этим испытанием. Поэтому, ну, я не очень люблю такое. Слушай, ну, а мы еще вот обращались к вашим фан-клубам, и, ну, может, какие-то вопросы их тоже интересовали бы. 99,9% вопросов, которые нам прислали, это, конечно же, имело ли продолжение вашего love story с Ваней, которая возникла на этом реальнике, общаетесь ли вы дальше, как вы общаетесь и так далее. Сейчас люди все взорвутся, все писали, расскажите про Ваню, расскажите про Ваню, что, друзья, мы говорим про Ваню. Продолжается общение, мы с ним переписываемся, мы с ним общаемся, и это все, что я могу сказать? Не, ну, это здорово, то есть, как бы, даже то, что, как бы, такая история там, она бы возникла, она, как по мне, очень гармонично смотрелась, потому что и ты, и Ваня, вы очень крутые ребята. Ваня, честно, мне по первой серии как-то не очень, ну, понравился в плане характера, я думал, до ней как-то сильно много, вот, как-то мальчика себе возомнил, а потом во второй серии думаю, слушай, ну, так он очень крутой, он, у него очень классный вокал, он очень классно смотрится, вот, в кадре, и это очень здорово, что, как бы, оно такое есть, вот. Скажи, какие вот ближайшие планы у Open Kids на после карантина? Может, уходят там новые клипы, новые треки, новые альбомы, новые концерты? Ну, сейчас, у нас уже совсем скоро выйдут вот эти клипы, которые мы уже успели снять перед карантином, с ребятами, и я уже видела кусочек одного, маленький, и он мне очень нравится, и я надеюсь, что всем понравится, поэтому совсем скоро ждите эти клипы, и после реалити нам нужно будет снять ещё один клип, для снять, который мы не успели, к сожалению. И дальше, дальше у нас концерты есть 30 мая в Баку, и потом концерты некоторые, которые у нас, ну, к сожалению, перенеслись в связи с карантином, тоже будут перенесены потом на дальнейшее время, поэтому следите за информацией, и всё, я надеюсь, очень старались для вас, поэтому вы это люди, которые, ну, ради которых вообще это всё и делается, ради которых вообще вся эта огромная команда работает, и я безумно благодарна всем людям, которые занимаются вообще проектом Open Kids, я когда попала в группу, ну, правда, я была в шоке от того, какая атмосфера внутри команды, как все общаются просто на уровне уже каком-то семейном, дружеском, не просто там какие-то сотрудники или что-то такое, поэтому... Да, очень здорово, что меня поразило ещё с первой серии реалити, в котором ты участвовала, когда Лера Дитков говорила, что вот девушки, они не просто там партнёры по команде, да, это сёстры, это настоящая семья, Юра Петров, ваш продюсер, это как второй отец, да, и это очень здорово, потому что вот, что у вас такие действительно уникальные, очень тёплые отношения внутри команды, и это очень чувствуется в каждом вашем выступлении, в каждом вашем интервью, в каждом вашем проекте, оно всё очень-очень это очень здорово, это очень ценно, я считаю, особенно в нашем время сейчас. Слушай, раз уж мы так и заговорили про фанатов, узнают на улице, было такое, что вот сейчас там подходит, Лиза, Лиза, ты же из Open Kids, можно фото, можно автограф? Ну, бывает такое, не скажу, что я там иду на улице, и там за мной бежит какая-то толпа людей, но есть место в каком-то месте, там где, ну, люди знакомы, там, с миром музыки, или там, очень много связано с чем-то, да, бывает, подходят, фоткаются, и я всегда стараюсь сказать да, и совсем не споткаться, и мне безумно приятно. Ну, это очень круто, слушай, вот, в принципе, мы уже почти, может, даже больше, чем час проговорили, на финал нашей с тобой беседы хотел у тебя спросить, что бы вот ты пожелала всем начинающим артистам, всем ребятам, которые сейчас не знают, какой им принять выбор, да, чем заниматься в жизни, в истории заниматься тем, чем они занимаются, и так далее, что бы вот ты бы им сейчас могла пожелать всем? Ой, я бы пожелала всем определиться, в первую очередь, для себя, что вам нужно, что вам нравится, что вам интересно, и тогда, когда вы будете уверены внутри себя, то, что это ваше, вы хотите этого, тогда все слова со стороны, которые будут вас отговаривать, или говорить вам, что вы недостойны, или вы чего-то не можете, буду для вас ничем, если вы уверены внутри себя, то, что это все, что вам нужно, то, что вы хотите в жизни. Это правда очень важно, найти вот это, поговорить с собой, и понять именно для себя, потому что за вас этот выбор, к сожалению, никто не сделает, и это очень правда сложный выбор в жизни каждого. я желаю всем еще, если вот вы уже решили, что это вам нужно, то забыть обо всех каких-то неудачах, которые были до этого, и работать, работать над собой, потому что, ну, единственное, что приводит к успеху, это всегда труд, даже если это там, например, в каких-то случаях, это что-то другое, не совсем ваш труд, то это будет очень короткий успех, для того, чтобы работать на успех, который будет очень длинным, и который там, будет длиться до того, пока вы там не захотите закончить свою карьеру, нужно правда очень много работать, и, ну, не бояться, потому что очень много страхов, нас вселяет общество, и все мы очень много думаем о том, кто что подумает, не бояться, идти вперед, очень много работать, и знать, что у вас всегда есть поддержка, и что, например, я всегда, я всегда лайк и комментирую все кадра, которые люди снимают на наши песни, и это безумно приятно, и артистам, и я безумно хочу даже кому-то помогать, ну, всем людям, которые начинают, хотя я сама тогда еще не какой-то супер, там, эксперт, и я никогда не ставлю себя выше кого-то, и мы все равны, и все должны помогать друг другу, и не хейтить, ни там, ничего такого, и только вместе мы сможем все прийти к нашему большому успеху, поэтому вот такое вот мне длинное пожелание. Это было очень круто, это здорово, действительно, так как основная тематика нашей беседы сегодня это мотивация, вдохновение, по крайней мере, меня ты очень вдохновила своим рассказом, это правда, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное, я очень надеюсь, что, ребята, вам, кто смотрел наш эфир, было тоже приятно услышать там что-то, и интересно, и мы вас как-то смотивировали, мы очень старались это сделать. Это правда, Лиза, было очень радо тебя увидеть, желаю тебе всего только самого наилучшего, надеемся, в скорейшем времени после карантина с вами еще раз следиться на площадке всем как крутейших проектов. Всего вам хорошего, до скорых встреч. Спасибо огромное, спасибо, Никит, за идею, за предложение, спасибо, будем обязательно еще общаться. Супер, пока-пока. Пока. Пока. Друзья, я на пять минут еще останусь с вами, если у вас есть какие-то интересные вопросы, подвечаю на них, потому что я уже и так полтора часа разговариваю, надеюсь, вы не сильно устали от моего голоса. Скажите, пожалуйста, был ли этот эфир вам правда полезен чем-то? Очень надеюсь, что да, если нет, тоже напишите, но мы правда старались рассказать, я старалась поделиться своими какими-то историями, которые случались в моей жизни и что не все просто, все очень сложно в жизни, но чтобы вы никогда не останавливались и не думали, что если у вас что-то не получается, что у всех остальных получается. У нас у всех что-то не получается и главное верить и иметь такую мотивацию, я тоже думаю, что очень важно, потому что должна быть какая-то поддержка. Я всегда в вас верю и хочу вас поддерживать во всем. Так, да, очень смотивировала, очень полезен, давай Ваню, давай Ваню, сохрани эфир, эфир я просто сохранила, там где, ну, было больше информации, каких-то чего-то интересного, историй, ну, это тоже сохраню, то, что осталось, то, что мы договаривали уже потом. Так, сколько тебе лет? Мне 16, давайте я быстро поотвечаю на ваши какие-то, как мне закрыть эту штуку, вопросы, давайте тут посмотрим какие-то вопросы. Будет эфир со зрителями? Ой, тут кто-то старый с Костякина очень много раз написал, а будет ли эфир со зрителями? Ну, не знаю, давайте проведем эфир со зрителями. Перевернула. Научите меня кто-то пользоваться вообще инстаграмом, потому что у меня это плохо получается. Ну, давайте добавим кого-то в прямой эфир наш. Вот, добавим Майк Костякина фан-аккаунт. Привет! 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 Как тебе зовут? Представь. Лиля. Как? Лиля? Лиля. Лиля, класс! Сколько тебе лет? Мне 12. 11? А ты откуда? Львив. Вильвов? Класс! Я к твоей справе. Добрый, я тебе писала, ты мне и повидала в мизинчу аккаунт. Класс! Спасибо тебе огромное, что ведёшь моё видео. Я смотрю, правда, стараюсь выделять этому время, потому что понимаю, как много работы вы вкладываете в то, чтобы я посмотрела, лайкнула, и мне безумно нравится то, что вы делаете. Как твой карантин? Как, с чем ты занимаешься? Делаю обработки, учусь. Чувствую, это хорошо. Да и всё. Ну, это отлично. Если ты, как тебе, как разговариваешь, тебе нравится, нет? Ну, не должен. Не он. уроки смотришь онлайн, которые по телевизору? Руханка. Руханка. Руханка топ, скажи. Да, я тоже люблю Руханку, хотя никогда я, если честно, не видел. Но я смотрю, я в инстаграме, в титоке все выставляют, что там Руханка топ, поэтому, что бы ты хотела, хотела бы что-то сказать людям, которые смотрят сейчас. Никогда не сдавайтесь, всё у вас получится. Класс, молодец, я тоже так думаю. Спасибо тебе огромное, что присоединилась. Мне безумно приятно, что ты делаешь. Люблю. Спасибо. Вот так вот, видите, какие милые девочки ведут фан-аккаунты обо мне. Так, давайте ещё кого-нибудь. Я опять не на эту кнопку нажала, ребята, извините, я просто какой-то чайник в этом инстаграме. Вот давайте ещё один фан-аккаунт. Время начало первого ночи, я смотрю фрелизы. Спасибо, мне очень приятно, но вообще, если хочешь спать, иди спать. Я сохраняю этот эфир, сможешь посмотреть в утро. Так, подключается кто-то к нам. К нам кто-то подключается. Как твои дела, что занимаешься на карантине? Да, ты мне... У меня нормально, я делаю уроки, делаю видео. Класс. Спасибо большое. Я лайкала твои... Я лайкала твои работы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Его цель была вас смотивировать, как-то дать вам какое-то вдохновение в такое сложное время, как у нас сейчас, потому что очень много все говорят о плохом, и я думаю, что нужно говорить больше о хорошем, и очень стараюсь использовать свою платформу для того, чтобы вас смотивировать и не останавливаться, и чтобы вы достигали своих целей. Я вас безумно сильно люблю, очень надеюсь, что была вам полезна, обещая, что, может быть, еще устрою эфиры. Спасибо огромное всем, кто был, и спасибо за ваши вопросы, и люблю вас. Все. Всем пока. Сидите дома, будьте здоровы, пусть все будет хорошо, мойте руки, носите маски, и любите друг друга. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал,